Здравствуйте, уважаемые покупатели! Наступила долгожданная весна и, как всегда, хочешь что-то приобрести из саженцев. Но как же поступить с саженцами? Где их хранить? Давайте я вам поподробнее об этом расскажу. При выборе саженца необходимо обратить внимание на то, чтобы, во-первых, не была деформирована упаковка. То есть саженец не роняли, саженец, чтобы не был ломаным и чтобы не повредилась корневая. Осматриваем, чтобы коробочка была не деформированная, сам саженец. На что следует обратить внимание еще? На вес самого саженца. Если грунт пересохший, то, значит, скорее всего, растение страдало от недостатка влаги. Значит, надо будет в дальнейшем просмотреть и пролить его. Как пролить, я скажу попозже. Потом осматриваю на предмет всяких жуков, пауков, грибка, чтобы саженец дышал здоровым. Так, и самый важный фактор, чтобы были проснувшиеся глазки. Не надо выбирать, если стоит большое количество саженцев, там, где большие, длинные плети уже сформировались. Берите, где проснувшиеся почки. На вашем месте при покупке я бы выбрала саженец не вот с таким вот сильным раскрытием почек, а вот такую саженец, где видно, что все почки живые, здоровые, что вся плеть живая, плеть, да, верхней почки. Мы выбрали саженец, нам он понравился, если нас устроил сорт «Как хранить, где держать». Если у вас есть погреб непромерзающий или холодные эссенцы, но которые, например, не страдают от ночных заморозков, то лучше всего хранить там. То есть мы посмотрели, саженец наш по весу довольно-таки тяжелый, значит, его не надо увлажнять. Если же вы вскрыли упаковку и обнаружили, что вот эта пленка стрейч где-то отошла, что здесь вываливается земля или что легкий очень грунт по весу, не надо его полностью раскрывать. Сделайте здесь перфорацию или можете погрузить ведро с водой, пропитать его, или же можете аккуратно шприцом сюда несколько миллилитров воды внести. Но самое главное условие – не надо, чтобы вода здесь булькала. Грунт должен быть слегка увлажненным. Не надо, чтобы вода здесь стояла. Соответственно, растение еще так сильно не вегетирует, поэтому много испарять не сможет, и корневая, скорее всего, будет просто у вас закисать. Увлажнили грунт, убрали в погреб, в сенцы, в самое прохладное место, которое у вас есть. Если у вас какие-то саженцы или растения не такие объемные, как, например, саженцы жимолости, винограда, ну, там еще других каких-то плодово-ягодных культур, например, маленькие, то можете поместить в нижнюю полку холодильник, где хранятся овощи. Теперь, это вариант, когда почки только вот наклюнулись, но еще сильно не открылись. Но бывают такие варианты, что вот осталось последних несколько саженцев, а саженец, например, уже очень сильно проснулся. Вот как быть с ним? Вот здесь уже смысла в погреб убирать его нету, потому что природа берет свое, ростовые процессы уже пошли, уже рост растений не сдержать. Если вы поместите в погреб, то вот эти растения, они станут бледными, практически начнут сильно вытягиваться, неженеспособными, и, скорее всего, в дальнейшем у вас очень сильно пострадает растение. Как мы поступаем? Убираем этот пакет, корень насильно не распрямляем, насильно, просто посмотрели визуально, чтобы не было гнилых корней, каких-то там ослабленных корней, опудрили корневином и посадили транспортировочный горшок, присыпали землей и ставим вместо не сильно солнечный, то есть должен быть свет рассеянный, потому что процессы уже пошли, растение будет расти, чтобы сохранить его до момента посадки, мы хотя бы его сохраним в транспортировочном кашпо. Но бывают такие моменты, что не обязательно. Мы берем виноград или жимолы, смородину, а, например, приобретаем корневищные растения. Если же вы приобретаете саженцы лилий, остиль, хвост, флоксов, ну и тому подобное, то обычно они приходят вот в таких вот пакетах, которые во многом они будут перфорированы, многие производители не перфорируют их. На что надо обратить внимание? Ну, во-первых, на то, чтобы всегда была почка живая. От того, что корневище лежит, еще не факт, что почка проснется. Если же ярко выражено, что почка проснулась, хороший росток, мы вот так вот визуально смотрим, чтобы не было гнили, приобрели росток, что же нам делать? Конечно, вот так вот сохранять долго не получится, потому что если уже двинулась почка, то надо будет обязательно вскрыть пакет и посадить его все-таки в кашпо. корневищный легче переносит этот момент, пересадки из кашпо на улицу. Так что не бойтесь. Особенно это касается тех культур, например, таких как флоксы и остильбы. У них очень-очень тонкие побеги, и дабы они не вытянулись, не сломались и не изрослись, то их обязательно надо высаживать. Если вы приобрели саженцы с маленькими почками, то есть тронуще росток, как можно дольше сохраняйте до момента высадки в погребе, в сенцах, в холодной веранде. Если же уже процесс необратимый и растение двинулся рост, то вскрывайте пакет, который закрывает корневую зону и высаживайте в транспортировочное кашпо. Но придерживаясь этих основных двух правил, я думаю, что вы сохраните свои растения и будете радоваться их красотой. Продолжение следует...